Привет! Наконец-то вышла в ОБТ игра World of War 3, и даже она уже вовсю идёт, и мимо этого события я, конечно, не могу пройти мимо, ведь теперь она стала бесплатной и даже навсегда, как говорит, скачай, заходи, если сможешь. Тем более, что спустя какое-то время это можно сделать, и даже вполне успешно. Старт у игры, конечно, был неудачный, мягко говоря, но для меня сейф-факт не то чтобы уникальный, а более привычный для игровой индустрии последних лет. Тем не менее, кто-то из разрабов всё же научился правильно скакать с бубном вокруг серваков, и игра заработала. Даже онлайн стал потихоньку подниматься, и по статистике стима пиковый сейчас порядка 8 тысяч набирает. Хотя у геймеров осадочек после всего прошедшего всё же остался. Тем не менее, люди интересуются, что это за игра, как в неё играть и т.д. и т.п. И что я могу сказать, со времён ЗБТ в ней принципиально практически ничего не изменилось. Даже косяки на старте одни и те же вылезали, так что те видео, которые я делал до этого, всё так же остались актуальны и на этом этапе. В этом ролике я не буду повторяться, а оставлю ссылки на предыдущие в описании этого видео. А здесь я подробно расскажу про механики игры, зная которой можно успешно играть, и поделюсь некоторыми лайфхаками. Так что же такое World War 3? Это командный тактический онлайн шутер от первого лица, и термин тактический здесь не ради красного словца добавили. Командный тоже не просто так. Тут командное взаимодействие важно как никогда. В своём видео для новичков я уже говорил, что важно играть в отряде, и желательно с друзьями, а не с рандомами. Так что если ищете товарищей для совместной игры и командного взаимодействия, нужна помощь по игровым вопросам или просто хотите быстро и грамотно прокачаться, то фанатское сообщество Russia радо пригласить вас в свои ряды. Веселись, общайся и становись лучше на дискорд-сервере Russia. Ссылку вы найдёте в описании. Ну а что касаемо самой игры, то многие проводили аналоги с Батлой, Варзоной, можно сказать, что в некоторой степени они правы. В некоторой, потому что если сравнить с той же четвёртой Батлой, на которой чаще всего с придыханием Фапа или некоторые, глядя на ВВ3, это будет не совсем корректно. Хотя бы потому, что она старая, как говно мамонта, и уже многие моменты в ней морально устарели. А если брать последнюю, то Амбре с её релиза ещё не успела выветриться, хотя знакомые говорят, что сейчас уже получше стало. Ну а оставим спор для комментариев, пишите там, в какое говно вам больше нравится играть, но зато у World War 3 есть один несомненный плюс. Она бесплатная, и к тому же донат по-людски сделан, а не как в том же Enlisted. Однако, её уникальность заключается в её фишке в геймплее, который реализован в режиме битва. Это, скажем так, основной режим, в котором чаще всего будет находиться большая часть игроков, и это непривычный захват, как многие могут подумать. Здесь идёт захват секторов, у которых по две точки. Захватив их, включается счётчик очков команды. Как только одну из этих точек захватит противник, счётчик останавливается, и так до окончания боя по времени или достижению 5000 очков. Вроде бы всё просто, захватывать точки и всё, но нет, не всё. Бездумно захватывать точки и при этом победить не получится. Тут нужно следить, где идёт захват, а где сбрасывается, и не давать это же делать противнику. Прошаренные игроки уже в начале боя оценивают ситуацию и не идут со всей гурьбой на одну точку, а отправляются на вторую в секторе. Именно в секторе. А зачастую можно увидеть картину, когда одна из команд захватывает сразу два, и это правильно. Тем более, что повлиять на захват точки могут только пять игроков, каждый из которых ускорит процесс захвата примерно на пять секунд. Все остальные на точке будут просто бесполезны команде. Поэтому, если видите в начале боя, что все побежали на одну точку, то бегите на другую в этом секторе. Если взяли в начале боя техник, то отправляйтесь лучше на дальнюю точку ближайшего сектора от респа. Так вы доберётесь быстрее, чем другой игрок пешком добежит. Хотя, с другой стороны, вся техника в игре может брать пассажиров, чего многие не знают и не пользуются этим. Так что, если ты сел за руль, то будь добр, как тот бобр, изучи карты, чтобы знать, куда ехать, и бери с собой пассажиров. Если тебе, конечно, понимать, что быстрее всё же доехать, чем добежать на своих двоих. Далее. Командир — это не просто тушка мяса со звёздочкой в списке отряда, а ответственное лицо, которое может принести своему отряду дополнительную экспу. Тут дело даже не только в победе, но и в грамотных его приказах. Даже в проигравшей команде можно получить звание «Лучший отряд», что, собственно, и отражается на главном экране статистики боя. При этом даже с небольшим количеством киллов можно быть в топе своего отряда. Но у меня тут вопрос возникает, а есть ли какой-нибудь бонус за лучший отряд, и вообще, в целом, за победу. По идее, должен быть, но я вот не увидел этого, глядя на статистику, и если кто-то знает точно, то напишите в комментариях. Но давайте вернёмся к статистике боя. Мы видим, что выполнение приказов идёт в зачёт. И да, при захвате точки по приказу командира добавляется дополнительный опыт за выполнение приказа. Более того, если игрок входит на точку и убивает там противников, то за это тоже начисляется дополнительный опыт к опыту за атаку точки. Другими словами, если я отправляю солдат на захват или оборону точки, то он получит экспу не только за захват, но и за атаку или защиту точки, убивая вражин, и за выполнение приказа за захват или сбитие вражеского захвата. А если человек с головой, то он до кучи отправит на точку БПЛА с радаром или глушилкой. Первый покажет врагов на точке, если они там есть. Второй вырубит интерфейс в игре, заглушит сигнал дронов, С4, пехотных мин, а заодно на время вырубит чертям возможность респаться в зоне действия глушилки. А до кучи еще добавится опыт за убийство врагов им или другими игроками по его засвету и прочие последствия работы БПЛА. Тут есть еще один нюанс, о котором надо было сразу сказать. Вместе с получаемым опытом начисляются очки усиления, которые вы можете потратить на вышеуказанные беспилотники, танки, вертолеты, арту и прочее, что у нас в сетапе в средствах усиления. Так что если ты стал командиром, то следи за обстановкой во время боя и не забывай отдавать приказы, ставя метку на точку клавишей, которые у вас назначены на это действие в игре. У меня это Х, а вы настраивайте под себя. А также давать возможность выполнять приказы бойцам в отряде, то есть не отменять приказ во время захвата точки. Вот на этот пункт мне зритель на стриме указал. Ну а если попался командир, который клал болт на приказы, то требуйте их от него, тыкая в точки, как если бы вы сами отдавали приказы. Рано или поздно до него допрет, что от него требуется. А если нет, то игра сама снимет с него должность. Как вариант, он сам передаст, в смысле полномочия командира, вам. Такое со мной тоже было, в крайнем случае переходите в другой отряд со свободными местами, нажав Escape. Также важно, чтобы отряд был максимально полон, если уж не пять бойцов, то хотя бы три или четыре. Количество солдат в отряде прямо влияет на возможности респа после смерти. В большом отряде больше шансов быстрее возродиться на другом игроке. Тем более, что за возрождение на тебе тоже начисляют опыт. Если уж вошли в катку Тима из двух-трех человек, то делайте сразу отряд открытым для доступа другим игрокам. Вот, собственно, и поэтому и следует играть в команде, желательно со связью и понимающим командиром. Ну а в остальном и в целом, да. World War 3 вполне обычный аркадный шутант по типу батлы, где нужно бегать и стрелять, или ездить и стрелять. Можно давить врагов, тырить танки у союзников. И вообще, в целом, весело проводить время. Хотя есть и элементы хардкора, например, тимкил. Ну, не только. Но все-таки основное отличие – это именно работа по секторам и, соответственно, выстраивание правильной тактики во время боя с максимальной вовлеченностью в игровой процесс. Здесь практически за любую активность дается опыт, а особенно за захват точек с выполнением приказов. В этом случае можно быть посредственным стрелком, но при этом вывозить за катку много опыта за захваты. В общем, фрагодрочерство тут хоть и есть, но оно не самое главное в игре. А если уж сильно хочется просто пострелять, то есть командные бои. Там на самом деле бегай и стреляй, нет техники, нет страйков, есть только ты и твое оружие. В своем видео про то, какое оружие выбирать, я достаточно подробно рассказал и даже свой некий топ, по моему субъективному мнению, составил. Но меня до сих пор спрашивают, какое оружие выбрать, стоит ли качать, например, АК-15, какую сборку сделать и так далее. С того момента, опять-таки, мало что изменилось, и я мало что добавлю к уже сказанному. Но кое-что все-таки добавлю. Что касаемо выбора оружия, то это дело индивидуальное, и то, что понравится мне, вам может не понравиться. Например, мой товарищ прокачав берил и попробовав его, не стал им играть, а взял G36, который ему больше понравился. С другой стороны, я с началом раннего доступа на ОБТ большую часть времени играл с начальным МСБСК и играл им, пока не выкачал его в топ. Ну и заодно проверил некоторые свои догадки и вспомнил все модули, как они влияют на ганплей. Кстати, ганплей в World War 3 реализован на хорошем уровне, но речь сейчас не об этом. Начну я с прокачки оружия. Частый вопрос был, и ответ на него прост. Чтобы прокачать его, нужно играть им. Все, что у вас в ваших сетапах, оружие и страйки, получает экспо по ходу боя. При этом можно ни разу не садясь в танк и не вытащив пистолет, открыть новые модули для них. Исходя из этого, на вооружение можно взять один лайфхак. Некоторые образцы можно прокачать быстрее, установив их в оба слота с оружием, например, два берила. Главное, чтобы не было перевеса. Конечно, придется пожертвовать броней, тем не менее, по ощущениям прокачка идет заметно быстрее. Хотя, конечно, эффект плацебо никто не отменял. Параллельно с карьерой еще открывается комплект, который подразумевает под собой некоторую специализацию в бою. Но по факту вы можете менять сетап на свое усмотрение. Открываются они иногда раньше того оружия, что есть в комплекте и, как правило, с модулями. При этом, пока не откроешь само оружие по карьере, модули изменить нельзя. Но по мере использования они открываются, и потом сразу же их можно будет установить. Что касаемо обвесов, то опять-таки все, что было сказано ранее в предыдущем ролике про оружие, актуально сейчас. То есть основными модулями будут те, которые уменьшают отдачу, ускоряют прицеливание, ну и само собой прицелы. Прицелы выбираем те, которые вам удобны по обзору и по кратности. Здесь топовым будет прицел SCRD-23, имеющий двойную кратность и хороший круговой обзор. Также есть прицелы двойного назначения с механическим целиком и оптическим, как правило, четырехкратным прицелом, который можно переключать по ходу боя, но насколько это удобно, решать вам. Есть еще одна топовая сборка, которую я подсмотрел, подняв автомат с тушки противника. Да, тут можно подбирать оружие, отбрасывать гранаты и даже складывать чужие мины в рюкзак, только если они есть в вашем сетапе, и перед этим вы уже куда-то их установили. В общем, суть сборки. По мере прокачки у вас открывается теплак. Прицел с тепловизором, который находится в рюкзаке и который вы можете установить в начале или по ходу боя. А на само оружие ставится обычный механический откидной прицел или вообще ничего. А также рукояти и насадки на ствол для уменьшения отдачи и боковой модуль для уменьшения времени прицеливания. В целом, основные модули, которые я для себя выбрал, я показал. Вы для себя сами смотрите, что ставить, только читайте внимательно характеристики и подбирайте так, чтобы нивелировать их минусы. Что же касаемо донатного оружия, то брать или не брать, смотрите сами. По своей сути, это то же самое, когда открывается комплект какого-нибудь тяжелого пехотинца, где на оружии уже есть обвес, и пока вы не прокачаете его, все остальное поставить не получится. В большей степени донат на оружие подойдет тем, кто хочет побыстрее попробовать какой-нибудь автомат, и плюс здесь в том, что играя им, он прокачивается. И как только он откроется, все те модули, которые были открыты за время игры, можно будет установить сразу. Собственно, так же, как и в комплектах. А во все остальное время он будет заблокирован, и использовать его можно будет только в той комплектации, в которой был куплен. И да, покупать можно как за донат, так и за игровую валюту, которая здесь именуется очки снабжения. Сказав про стрелковое оружие в игре, нужно сказать и про технику. Ее, конечно, не так много, как хотелось многим, но она существует и заметно влияет на игровой процесс. Но учитывая, что с момента публикации видео для новичков, тут вообще нечего добавить, и остается только перенаправить вас туда. Ссылку вы также найдете в описании. Здесь же я только сакцентирую внимание на соплайке, которая в игре не только транспорт для пехоты, но и мобильный рез. Поэтому ставьте ее так, чтобы было недалеко бежать до точки, но при этом сложно уничтожить. А то бывают моменты, когда ее ставят на открытом месте, где ее моментально разберут на металлолом не только танком, но и артой. И даже пехоты, причем вручную. На картах есть места, где она может достаточно долго оставаться неприметной. Это очень важно. Постоянный приток подкреплений в особо жарких битвах за точки решает исход сражений. Кстати, вот еще один тактический момент. Когда видишь, что где-то идет жесткий замес, то лучше, конечно, все резервы отправить туда. Либо, наоборот, идти туда, где никого нет, потому что они уже там, где все. Ну вы поняли. В общем, давайте подведем итоги. Что нам важно помнить, чтобы играть эффективно? Играйте команды. ВВ3 тимплей сильно влияет на результат. Это, можно сказать, элемент хардкорных шутеров по типу Hell at Loose или Squad. Ну, не совсем, конечно, так. Тем не менее, одиночки будут больше страдать в игре из-за отсутствия других игроков в отряде. Играйте активно. И это не только отстрел тушек врагов, но и в первую очередь захваты точек и секторов, где, собственно, и идут основные замесы. Активно давайте и выполняйте приказы. Также активно пользуйтесь средствами усиления, особенно радарами или глушилками. Раздавайте аптечки, боеприпасы и прочие снаряжения для пополнения расходников, здоровья или брони. Следите за обстановкой для своевременного перемещения в нужное место, чтобы не давать преимущества врагу по захвату. Это вот основные пункты, которые непосредственно влияют на ваш результат и, соответственно, на ваш прогресс в игре. Ну и как итог отвечу на вопрос, который часто задают. Стоит ли играть в World War 3 или нет? На мой взгляд, да. Ну, по крайней мере, попробовать точно можно. А что касаемо косяков, то где их нет? Ну и надеюсь, что их всё-таки исправят. Ну а если нет, то, в принципе, вы ничего не потеряете, если перестанете играть или просто удалите игру. А на этом всё. Понравилось видео? Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если ещё не подписан. Спасибо за просмотр и до новых встреч.